Объединить, не потеряв уникальности, возможные последствия реорганизации. Выход в никуда. Жизнь с балками вместо балкона. Фильмы, песни и суши. Фестиваль японского кино. Здравствуйте! В эфире «Детали дня» в студии Алины Мулаенова. Скандал в сфере образования. Планы по объединению двух школ 3-й и 7-й вызвали бурные возмущения со стороны последней. Учителя и родители выходят на улицы с плакатами и лозунгами, а школьники устраивают творческие пикеты. Цель одна – сохранить уникальность образовательного учреждения. Просьба зареченцев и доводы чиновников в репортаже Александра Кузнецова. Здесь, в фойе школы номер 7, собрались и учителя, и родители, и сами школьники. Как и все в 7-й, даже акция протеста и та творческая. Главная цель – показать. Школа индивидуальна, организована и, даже если хотите, уникальна. Все атрибуты пикета снаружи. Плакаты с лозунгами и требованиями, а главное – открытые двери. Здесь ждут всех желающих. Скрывать нечего, говорят педагоги. Хотите узнать, чем живет 7-я школа? Заходите и все сами увидите. Люди, чтобы могли зайти сюда и посмотреть, неформально, неформально, никаких там, не день открытых дверей, там еще какие-то мероприятия, а вот именно, чтобы любой, чтобы любой мог зайти и посмотреть, и развеять все эти мифы, сплетни, институации вокруг нашей школы. Мифы и сплетни, говорят управление образования, дело внутреннее. Задуматься о реорганизации заставили факты. Прежде всего, малое количество учеников в 7-й школе, около 300, при норме в два раза больше. Под вопросом и набор в первые классы подчеркивают в управлении. Родители просто не ведут детей в школу. В школе номер 7 шесть заявлений в первый класс. Но при нормативной наполняемости в 25 человек, это у нас типовым положением предусмотрено, конечно, шесть человек, но сами понимаете, мы такой роскошь себе позволить сегодня не можем. Изменится ситуация, значит, изменится и подход тогда. Евгения Поскина среди тех, кто убежден, недоверие к школе – результат слухов и домыслов. Те, кто здесь учатся, точно знают, 7-я школа, 2-й дом не только учит, но и дает определенный опыт. Школьница вспоминает, как вместе с одноклассниками бывала за границей на конкурсах, привозила иностранный опыт в Заречный, яркий пример тому сотрудничества с ЮНЕСКО, и неизменно училась чему-то новому – держаться на сцене, общаться, подавать себя. Все это формировало имидж школы. А теперь, говорит выпускница, всего этого ее пытаются лишить. Меня больше всего расстраивает то, что все, что сделано нашими руками, хотят у нас, так скажем, отобрать. Это то же самое, что если ребенок сделает какой-нибудь самолетик, и родители его выкинут. Такая же, скорее, обида. За помощью обратились к депутатам. На стол народных избранников легли несколько писем от педагогов, родителей и учеников образовательного учреждения. Далее цитаты. Проучившись 10 лет в школе, с углубленным изучением музыки и изобразительного искусства, мы имеем право получить аттестаты именно этой школы. Мы этого достойны. Помимо всего прочего, мы постоянно чувствуем необъяснимое давление на руководство нашей школы со стороны Министерства управления образования, что пагубно сказывается на атмосфере в школе и непосредственно на образовательном процессе. Этот призыв должна в первую очередь услышать административная комиссия, по результатам работы которой депутаты и примут решение о реорганизации, либо отказе от нее. При этом заявил глава Заречного Василий Ланских, предстоит оценить последствия реорганизации, не приведет ли объединение к потере одной из школ. Последствия от такой реорганизации в будущем предсказать и спрогнозировать очень сложно. Я просто боюсь, что сейчас действительно могут быть перековерканы судьбы детей, в первую очередь, педагогов, родителей, чего ни в коем случае допустить нельзя. Однако в управлении образования уверены, от реорганизации выиграют все. Дети будут учиться в полноценных классах, материальные базы школ вырастут, законодательные удастся привести в порядок. При этом ни учеников, ни родителей изменения практически не коснутся. Классы не расформируют, дополнительные дисциплины при условии лицензирования оставят. Родители же школьников уверены в обратном. Школы объединят, от эстетического воспитания, скорее всего, откажутся. Говорят, слишком много ребят будет в классах, чтобы уделять время развитию талантов. Кто окажется прав, покажет время. Своё решение депутаты вынесут на очередном заседании Думы 28 июня. Антон Коряков, Александр Кузнецов, Иван Козырев. Детали дня. Жители старого посёлка вынудили депутатов лично просидеть за ходом строительства домов на улице Лермонтово. Сторожи убеждены, строители собираются лишить их векового леса. Дело в том, что это же защитная полоса. Вы представляете, вот за ней открытое большое пространство. Худыш, озеро. Озеро зимой не замерзает. Если там лёд стоит везде по-заречному, а здесь волны плещутся. И вот сырой ветер, холодный, он выдувает нас просто. Последней каплей в чаше терпения для жителей стал строительный вагончик, который расположили неподалёку от пожарной части. Его привезли сюда в конце прошлого месяца. По словам жителей, строители сразу заявили, что будут вырубать здесь лес. И уже собрались огородить это место забором. Сделать этого не позволили жители. Они подняли этот вопрос на очередном заседании Думы. Народные избранники, выехав на место, лично убедились в том, что строительство будут вести на промежутке между улицами Ленина и Свертлова. Таким образом, вековые сосны никто не тронет. Вырубят лишь кустарники и мелкие деревья. Что касается строительного вагончика, его обещали перенести, как только начнутся вырубки. Произойти это должно уже в текущем месяце. В целом, я думаю, что жители остались довольными. Потому что наконец-то выяснили вопрос, где это будет в конце концов происходить. Для депутатов это было неясно, и для жителей самих. Сейчас чётко ясно, что дома будут строиться здесь, а не там, где лес. Жительница седьмого дома по улице Свертлова лишилась балкона. Из-за аварийного состояния его пришлось демонтировать. Вот уже несколько месяцев вместо лоджии и стены дома торчат две балки. Я заливать сейчас буду. Вот просто, я говорю, я случайно вот этот дождь, огромный-то был дождь, я была дома, я бегала с тазиком и с тряпкой. А я ведь не буду всё время дома. И что будет? Значит, мне припишут ту квартиру ремонтировать. А она только сделала ремонт. Бегать с тазиками и тряпкой Фаине Табулиной теперь приходится каждый раз во время дождя. Говорит, если не вытирать, вода распространяется по всему залу. С этой проблемой Фаина Архиповна борется уже около года. С тех пор, как ей демонтировали балкон. Построить новый должны были ещё в начале этого месяца. Однако, пока дело не сдвинулось с мёртвой точки. Как нам сообщили в ООДС, восстановление балкона планируется до конца июня и обойдётся в 57 тысяч рублей. Оплата полностью ляжет на плечи жителей дома. По закону, балкон, лифт и кровля являются общедомовой собственностью. На сегодня все затраты финансовые берёт на себя управляющая компания. Но в перспективе собственники этого дома должны принять решение, каким образом они будут оплачивать стоимость восстановления данного балкона. Накануне в нашем городе прошёл чемпионат Российской кинологической федерации. Её организовал Центр любителей животных в честь 20-летия концерна «Росэнергоатом». В выставке приняли участие более сотни пород четвероногих. Как становятся чемпионами России и почему не стоит недооценивать маленьких собак – в нашем следующем сюжете. Сибирского хаски Екатерина завела по уговору мужа. Нужен был компаньон для вылазок в лес. Теперь принцесса тайги, так зовут собаку, стала их общей любимицей и везде сопровождает своих хозяев. Сегодня любители четвероногих приехали к нам в Заречный за титулом чемпиона России. У принцессы тайги есть уже несколько наград – юный чемпион России и кандидат в чемпионы национального клуба породы. Их собака получила за свою выносливость. «Собаке нужна очень сильная нагрузка физическая. Если ее не будет, соответственно, все ее силы пойдут на разрушение всего, что есть. А если заниматься с ней часа три-четыре в день, давать ей хороший выгул, то беспроблемная собака». Елена Сухова на выставку привезла сразу двух собак – самоедскую лайку и немецкого шпица. Обеих собак Елена взяла из-за пушистой шерсти и допродушного нрава. Да и в уходе они неприхотливы, в особенности шпиц кроша. Как рассказывает хозяйка, собачка даже сама умывается. Нельзя недооценивать ее миниатюрность, утверждает Елена. Кроша иногда заменяет ей в торжевого пса. «А как охранник, как звоночек даже может. Вот в саду мы сейчас живем, на даче, да, то есть к нам просто так не подойти, чтобы это не заметно. У них даже лучше слух и нюх, чем у взрослых собак». Слух и нюх у собак проверяют судьи на тщательном осмотре. После чего хозяин вместе с питомцем бежит по кругу. Здесь учитывается сразу несколько параметров. От 15 до 250 в зависимости от породы. «Огромное внимание уделяется красивому, правильному, социально адаптированному поведению четвероногого друга на выставке. Он должен быть безразличен ко всему». Выставка собак проходит в Заречном уже седьмой год. Чемпионат Российской кинологической федерации – второй раз. На участие заявилось около 500 собаководов из Заречного, Тюмени, Сургута, Омска, Екатеринбурга и Перми. Представлено около 100 различных пород. Для самых лучших представителей приготовлены медали и кубки. «На основании всех этих дипломов данные собаки вносятся в единый реестр. И они получают звание и титул, допустим, чемпион России, чемпион РКФ». Алина Мулоянова, Антон Коряков, Иван Козырев. Детали дня. Зареченцы находятся под впечатлением от восточной культуры. На днях в Ровеснике совершился фестиваль японского кино. Три дня подряд там показывали картины о жителях страны восходящего солнца. Представленные фильмы, конечно, не такие ходовые, не блокбастеры какие-то. Это обычное кино. И это кино как раз, вот чем оно интересно, что оно показывает настоящую японскую жизнь. То есть, как там люди живут, так показано. Это уже пятый фестиваль японского кино в Заречном. На суд зрителей, как и в прошлом году, вынесли сразу три фильма. Два из них о буддизме. Это Дзен и Гора Цуруга. Третий рассказывает историю о непростой судьбе знаменитого в Японии зоопарка Асахияма. Все три картины Заречному предоставило японское посольство. На открытии гостей фестиваля угощали суши роллами. Для этого организаторы пригласили шеф-повара из местного ресторана японской кухни. В финале программы воспитанница ровесника исполнила для любителей восточной культуры песню на японском языке. Домашний кот здорово потрепал нервы жителям Олещенкова, 11. Животное залезло на высокое дерево и застряло. Там оно провело несколько дней, пока за ним не приехал подъемник. Он с балкона, так сказать, подскользнулся и упал. Он домашний, ни разу на улице не было. Он испугался, залез. Мы вчера его найти не могли, но не могли. И вот сегодня ночью, где-то в час, орать начал, мы услышали его. Пока кот по кличке Моська находился на дереве, внизу его ждал хозяин Алексей. Мальчик периодически окликал питомца, но в ответ слышал лишь жалобное мяуканье. Спасти несчастное животное родители Алексея пробовали сами. Принесли семиметровую лестницу. Однако Моська от страха забрался еще выше. Тогда за помощью они обратились в пожарную часть. Там отказали. Спасение животных в их компетенцию не входит, говорят огнеборцы. Да и запрещено на это расходовать бензин. В итоге на просьбу о помощи окликнулся один из владельцев подъемника. Он спустил кота на землю. В День России представители Управления соцзащиты населения наградили медалями самые верные супружеские пары. Знаки отличия вручили в торжественной обстановке во Дворце культуры «Ровесник». На сегодняшний день мы уже 11 семейных пар у нас получили такие награды. И помимо удостоверения и медали, они еще получают по 5 тысяч. Медали «Совет до любовь» выдаются супружеским парам, которые прожили в браке более 50 лет. Таких семей в Свердловской области около 70. В Заречном 11 пар. На награждение пришли только 5 семей. Александра и Валентина Соколова прожили вместе 51 год. За это время воспитали сына и двух дочек. Не заметили, как прожили всю жизнь. Вот жили, жили и дожили. Секрет особый какой. Дружба, согласие и терпение, конечно. А остальное все прикладывается. А сейчас на очереди новая порция видео от городских репортеров. В этот раз Зареченцев поразили сразу несколько представителей фауны. Телезритель Иван наблюдал за утиной семьей на водохранилище. Леонида Юрьевича заворожила колония бабочек. Кристина обнаружила в кустах забавного ежика. Далее в нашей программе прогноз погоды на завтра. Информация предоставлена порталом Гесметио. Завтра в Заречном будет ясно. Температура воздуха ночью плюс 13, утром до 17 градусов тепла. Днем разыграется до плюс 25. Вечером столбик термометра опустится всего на 2 градуса. Ветер юго-восточного направления до 2 метров в секунду. Временами и вовсе полный штиль. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. На сегодня это все детали городской жизни. Если вам есть что рассказать нам, звоните. Телефон редакции 7-11-72. Или оставляйте свои сообщения в интернете на сайте zartv.ru и в нашей группе ВКонтакте. Делайте новости вместе с нами и получайте подарки. А я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова